Этот уряд, и эта коалиция, и этот парламент должны для себя принять решение. Очень простое, от которого будет зависеть, чье будущее в этой стране и экономике. Они готовы забрать у олигархов и распределить между простыми людьми. Если они не будут готовы сделать это, если они не готовы провести де-олегархизацию, национализацию, предприятие... Сергей, я вам сразу скажу, человек, который будет готов это сделать, и, главное, будет знать, как это сделать, в Украине канонизируют. Эта человек стоит сидеть перед вами. Я так и понял. Не сомневался. Другое. Другое, что я уверен, они должны сделать. Сказать людям правду. Посмотрите, 27 членов уряда готовы перегрызти один одному горло за зарплату 10-12 тысяч гривен. Ну, если бы не смешно? Скажите. Мы же прекрасно понимаем, что это подготовка, а потом будет создание великого деребану потоков, ну, и других вещей. Третье. Почему мы... А вы в министры пошли бы? Почему мы... А вы пошли бы в министры? Я своего времени прийду туда, куда я маю прийти. А почему вы туда стремитесь? Там зарплата 12 тысяч. Премьер-мінистром Украины без зарплаты, и эта страна заживет. При премьере Капляни, побачите. Все готовы будут... Сергей, все-таки ближе к теме моего вопроса, пожалуйста. А теперь, что касается справедливости. У нас есть несколько урядовцев, по которым нужно создать временно следующее комиссии, або хорошо работать в прокуратуре и дать ответы на очень простые вопросы, которые есть до них, и что до которых обратились народные депутаты. Петренко, например. Украина в этом году платит почти 7 миллионов гривен митая за то, что влезла в спирь между Евросоюзом и Януковичем в питание санкций. Самый он инициировал эти процессы в супереч указу президента чинному законодательству. И я завтра сранку, точнее в понеделок, обратился к генеральному прокурору с вимогой расследовать эти факты, и я знаю, что и другие народные депутаты уже обратились, и их заявления проигноровали, и покарать Петренко. Он будет покарен, и это будет вимога. Иначе я буду настоювать на то, чтобы произошла очень справедливая речь. Я три тижни тому написал заяву про выход из коалиции. Написал заяву про выход из БПП. Я подав до суду, адміністративного суду, чтобы обеспечить выполнение моих вимог. Но они взяли мои заявки и про них забыли. Они про них забыли. Они начали в банк на депозит их поклали себе под шухляду и использовали мой голос и голос моего другого депутата с побратима Суганяко, который также членом партии простых людей, в формировании своей коалиции. Без нас бы такой коалиции не произошло. Нет, меня бы они не выкинули. Я мажоритарник. Я не купил, как много людей, списки, места в списке тех или других партий. Я правильно понимаю, что под новой коалицией вы подписываться не собираетесь. Сергей, вы продолжите немного позже. Не забывайте свою мысль, продолжите лучше. Есть такой керующий Ощадбанку. Еще один одноклассник Яценюка. Еще один пример, кого нужно наказать. Вы можете просто списком и закончить? Пишный. Вин дозволил собі в период, почекайте, в период такої катастрофичної кризи за 500 тысяч гривен на чартере, на літаку злітати на футбол разом з іншими співробітниками банку. И так само это не расследовано. Третя, на Яценюка и оточении есть 2 тысячи проведений в Генеральной прокуратуре. Так само не расследуется. Четвертое, за вперед день, за годину до цієї ширки змови про дерибан портфелів у Кабміні они закрили справу, яку я иніціював рік тому з приводу хабаря Яценюку в 3 млн доларів за призначення Ищука, керівника одного из центральных органов виконавчої лади. И это не зважаючи на те, что Генеральная прокуратура кілька годин тому відповіла Добродомову народному депутату, что повним ходом иде процес расследования этих вещей. Тому моя заява есть в них коалиция, знаете яка? Народный фронт, БПП и Генеральная прокуратура на трех. И они зараз зібралися по суті донышевать эту страну. Є вихід в цей державе. Это новые выборы. Это приход в парламент идеологичных партій. У нас парт сьогодні идеологичная ліва партия это партия простых людей, которая будет бороться за эту молодость, за тех трудящих, за тех трудящих. Потому что это последняя надея для украинцев. Давайте без рекламы. Спасибо.